Мир вам, братья и сестры! Мы читаем Евангелие от Матфея, глава 6, 9 стиха. Молите же так, Отче наш, сущий на небесах, Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, И прости нам долги наши, как и мы прощаем, Должникам нашим, и не веди нас в искушение, Но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, И сила, и слава вовеки. Аминь. Большая трагедия в том, что многие люди, Молясь этой молитвой, превратили ее в ритуал. Эта молитва – это образец, образец истинного общения с Богом. Итак, молитва о насущном хлебе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. На первый взгляд, такая простая просьба, Но сколько глубины в ней. Это просьба о хлебе и о наших каждодневных физических нуждах. Хлеб наш насущный, то есть необходимый хлеб на этот день. Бог заботится о нас, заботится о нас ежедневно, И Он учит нас, чтобы мы понимали это. Молитва учит доверие Богу жить сегодняшним днем. Это также скромность и умеренность. Хлеб наш насущный, Он учит нас полагаться на Него. В этой же шестой главе Евангелия от Матфея Иисус говорит, «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Или, если траву полевую, которая сегодня есть и завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль падше вас маловерой. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Братья и сестры, Господь ожидает от нас, что мы каждый день будем молиться этой молитвой. на этот день, потому что Он каждодневно заботится о нас. Когда мы так молимся, искренне от всего сердца, тогда это говорит о нашем понимании зависимости от Него. Вы чувствуете свою зависимость от Него, братья и сестры, для получения всего необходимого для нашего тела? Когда Иисус учил так молиться, Он имел в виду, чтобы молящиеся понимали свою зависимость от Него. Каждый день, каждый день, как важно это понимать и видеть. Тогда мы будем благодарить за пищу. Мы будем молиться и благодарить везде, всегда. Мы не будем стыдиться этого. Это будет в общественной столовой, в поезде, в самолете, на рабочей. Неважно где. Мы будем благодарить. Мы понимаем, что Бог дал, и мы от Него зависимы. Давайте подумаем о Моисее, когда Бог поручил ему вывести народ из Египта. Как он собирался прокормить этих людей? На что он рассчитывал? Кто-то почитал, чтобы кормить эту миллионную армию людей. Моисею нужно было каждый день полторы тысячи тонн продовольствия. И это в продолжении сорока лет. А сколько нужно было дров, чтобы готовить на огне пищу? Примерно четыре тонны древесины. А воды? Сорок два миллиона девятьсот тысяч литров. Вы знаете, Бог заботился о них. Но когда у них был ропот, удивительным образом мы читаем книги «Исход» в шестнадцатой главе, что у них поднялся ропот. Они сказали, лучше бы мы умерли от реки Господней в земле Египетска, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. Вы знаете, Господь сказал Моисею, «Я одождю вам хлеб с неба». Он сказал, «Я услышал ропот сынов из Рави, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что я Господь, Бог ваш». И мы знаем, что Господь удивительным образом послал им манну. Это был хлеб, который Господь дал им в пищу. Но интересно, они могли собирать его рано поутру, сколько кто съест, и когда обогревало солнце, оно таяло. Бог давал на один день, Бог учил доверию, Бог учил их понимание, что они зависимы от Бога, чтобы они благодарили, потому что 40 лет не ветшает обувь, и народ как будто этого не замечает. Это очень важно, понимать эту истину. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Дай нам, это молитва не только себе, а всей семье, значит, всей семье, и надо об этом тоже молиться, и учить этому семью. Не только мне, но и другим вместе со мною. Это учит милосердию, сострадательности, не быть эгоистом, поделиться с другими. Написано, «Раздели с голодным хлеб твой». Братья и сестры, будем молиться. Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день. Время молитвы 21.00. Пол. Продолжение следует. Поехали! Поехали! Пол. Продолжение следует...